Итак, друзья, всем привет! Меня много раз просили записать видео по поводу моих тренировок с петлями TRX, потому что я часто езжу за границу, очень много занимаюсь на улице, на родине, то есть вообще постоянно я больше предпочитаю тренироваться на улице. И я всегда пишу везде, говорю, я беру с собой петли TRX, они делают мой спортивный зал в любом, значит, абсолютном месте. Так и есть. Но всегда фрагментики какие-то только появляются, и вот у меня вопросы постоянно. А какие упражнения? А как? Одно, другое, пятое, десятое. Как руки? Как ноги? Как пресс? Я же говорю, что можно все прокачать. И вопросы возникают такие, а спину как? А ноги как? Можно все. Реально, если бы, конечно, дали бы себе труд просто зайти на YouTube и набрать, как качать ноги с петлями TRX, вы наверняка бы нашли бы массу видео, как это делать. Но вас же интересует, как это делаю я, ну, по крайней мере, тех, кто мне вопросы такие задает. И поэтому я решил записать целую серию, значит, видео по поводу моих тренировок с петлями TRX. Скажу вам больше, у меня целых три комплекта. То есть, два фирменных, один какой-то такой левый, я не помню, что за фирма, купил в Декатлоне. Ну, то есть, они очень сильно похожи на вот такие петли TRX, на реально фирменные. Но хочу сказать, что разницы вот я лично не заметил по эксплуатации. А если это продается в магазине, значит, это не конкретно какой-то, ну, левак, а лицензированная вещь. Поэтому, используя подобные, значит, аналоги, вы не пользуете суррогат, а вы пользуете вещь, которая, в общем-то, ну, соответствует каким-то сертификатами. Никакую рекламу не делаю ни петлям TRX, ничему, они мне не платят, к сожалению. Вот. Так вот, сегодня первая тренировка, то есть, первое видео. Кстати, оно интересно совпало с моментом, когда я вот сейчас решил за месяц подсушиться и скинуть от 5 до 10 килограмм. Там не знаю, как это дело пойдет, потому что еду очень скоро в Таиланд, через месяц. Вот. Так как там любой лишний килограмм, это тяжелее заниматься, поэтому лучше подсушиться сейчас, там намного легче идет, ну, как адаптация. Я это точно знаю по опыту, потому что в Таиланд ездил много раз. Заниматься планирую тайским боксом там. Так вот, сегодня плечи. А вернее, сегодня я тренирую надплечи, то есть, дельтовидные мышцы. Передний, средний и задний пучок. Разумеется, при тренировке заднего пучка обязательно подключится что? Обязательно подключится верхняя и средняя порция трапециевидной мышцы. От этого никуда не деться. Ну вот, собственно говоря. А дальше пойдет сама тренировка. Посмотрите, я считаю, что я не все буду делать упражнения сегодня, я, может быть, ограничусь четырьмя-пятью. Делаю я их все, как, по пять подходов где-то, иногда по шесть. Первый подход всегда идет, значит, адаптивный. То есть, нагрузка идет не очень большая для того, чтобы проработать амплитуду и прогреть непосредственно мышцу по всей длине. По всей длине и по всему ходу сокращения мышцы. А потом уже идет четыре или пять рабочих подходов. Петли ТРХ хороши тем, что легко нивелировать нагрузку и делать дроп-сеты. То есть, если, предположим, я нагрузку сделал максимально большую, откинувшись почти до горизонта, вы поймете все это сейчас, то я могу добить, еще сделать 3-4 раза, а может и больше даже, если я сделаю шаг назад и угол наклона моего тела станет немножко меньше. И все. И, соответственно, можно дорабатывать очень хорошо. Регулируя скорость движения, регулируя амплитуду и выпрямленность рук, чем руки более прямые, тем ли не рычаг, соответственно, тяжелее, мы можем регулировать нагрузку в очень широком диапазоне. Единственный минус этого, то что вы регулировку все делаете вот здесь, исключительно в голове своей. И в этом нюанс. Вам захочется в какой-то момент себе послабление сделать, поддаться. Раз, и немножко согнуть руки, чтобы стало легче. Поэтому здесь это, конечно, требует высокого самоконтроля. Штанга, она не так, да? И она не как бы висит вес, вам как надо сделать одно движение, руки до конца разогнут, предположим, когда вы там армейский жим делаете. Вы так и сделаете. Здесь немножко не так. Здесь ваша регулировка, ваша сила воли. То есть интенсивность определяется вашей силой воли. Но степени регулировки просто колоссальные. Углом, темпом, рычагом, как угодно. Ну вот, а теперь давайте приступим. Разумеется, без разминки делать упражнения на плечи нельзя. У меня есть очень хорошее видео по поводу прокачки плеч для файтера. Можете посмотреть на канале, поискать на моем, обязательно найдете. Там я все это дело даю. Может, я ссылку дам под этим видео, посмотрите. Вот. Поэтому я разминку не буду показывать, да, на плечи всю. Но я покажу специфическую разминку ротаторной манжеты на петлях TRX. Вот. Чтобы уж, как говорится, разницы не было никакой. Но перед этим я, конечно, делаю все провороты, прокручивания, просто с пустыми руками, без гантелей. И, разумеется, делаю перед тренировкой полноценную разминку. Ну, погнали! Первым делом мы делаем супинацию-пронацию с акцентом на супинацию. Субинация с акцентом на супине. нация про нация с разведенными в стороны локтями. Продолжение следует... Продолжение следует... Прорабатываем каждую руку в отдельности на максимальную супинацию и пронацию. Продолжение следует... Супинация-пронация с акцентом на пронацию. Продолжение следует... В конечной точке стараемся сильно свести лопатки вместе. Отведение рук назад и вверх под 45 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подъем рук прямо вверх перед собой. Продолжение следует... 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 Отведение локтя назад и вверх одной рукой. Продолжение следует... Ну что, подошла к концу моя тренировка на петлях TRX, оттренил, сразу чувствуется пан в вельтах. Кто-то скажет, не, надо было бы... Все равно я предпочитаю работать с тяжелыми весами, с гантельками и все такое. Да, безусловно, ребята, все от задач. У меня задача не стоит нарастить все большие банки, потому что я занимаюсь боевыми искусствами. Вот, для меня важен тонус, для меня важна в некотором роде сухость, выносливость. Вот это вот для меня наиболее важно. Взрывная сила, выносливость, сухость, упругость, жесткость. Вот это то, что нужно. И вот петли TRX как раз это дают. Они дают прекрасный памп, да, дают прекрасную выносливость и жесткость. Вот вы увидите, как все будет изменяться в ближайшее время, пока я буду записывать ту же самую серию роликов по работе на петлях TRX. Вы даже заметите, что за эти дни, за эти несколько роликов уже произойдут изменения в плане сушки. А я практически буду работать в основном только на калистенике, то есть со своим весом. И огромную роль, огромную часть в тренинге будет занимать именно работа на петлях TRX, потому что на улице уже холодно, я, конечно, хожу заниматься и на перекладину, и на брусья. Но сейчас я вот буду заниматься дома на петлях TRX. Я не зря записываю тренировку в своем домашнем спортивном зале, чтобы показать, что петли TRX, где бы ни было места их закрепить, там везде можно, собственно говоря, с ними и заниматься. А для той тренировки, которая была сам сегодня, видите, там все было под углом, под 45, под 67 градусов, под 30 градусов, можно закрепить петли TRX в дверной проем. У них специальные крепления есть. Дверь открыли, запихнули туда такую, башмак такой, и закрыли дверь. Башмак остался с другой стороны, а петли можно, значит, оттягивать на себя, и все, будет замечательно работать. Вот так вот, собственно говоря, с петлями TRX можно заниматься везде, где вам захочется. Все, а на сегодня все. Салют! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова